Зарина запускает новый фэшн-проект на YouTube. Я, стилист Катя Гусе, буду вместе с героинями проекта создавать безупречные образы для любого мероприятия. Готова к модным экспериментам? Собеседование на работу или свидание нашему мозгу требуется 30 секунд, чтобы оценить собеседника и принять решение в его пользу. Наша героиня Лилия принимает таких решений по несколько в день. Я Лилия. Я пришла на проект, потому что хочу немножко поменять свой стиль, хочу стать немножко серьезнее, хочу научиться правильно сочетать луки, чтобы они соответствовали тому, чем я занимаюсь, производили правильное впечатление и чтобы я могла их по-разному сочетать в разных ситуациях. Ты работаешь с людьми и это постоянный обмен энергии. И одежда зачастую выступают как мощный инструмент. Во время карантина я заняла позицию менеджера в своей компании и хочу, возвращаясь в офис, производить правильное впечатление. Мне нравится твой запрос и то, что ты о себе рассказала, потому что я уже подготовила для тебя несколько образов. Хочу, чтобы сейчас мы на них посмотрели. Пойдем? Отлично, пойдем. Давай посмотрим, что ты обычно носишь. Ты принесла несколько вещей из своего гардероба и у меня есть к ним вопросы. Сразу скажу. Укороченные узкие брюки, мне кажется, даже на низкой посадке совсем не актуальная история. И мне кажется, даже у моих детей такие есть. Вообще они на средней посадке. Ну да, я их ношу. Должного впечатления на своих сотрудников ты уже не сможешь в них произвести. То же самое относится и к этому джемперу. Скажи мне, какой-то размер. Ну, вещи, которые прошли неудачную эксплуатацию, мы тоже убираем, потому что они уже просто не выглядят свежо. Парочка зимних вещей. Мои любимые. Очень грустный, серьезный, подуставший такой вот свитер, который, честно говоря, при твоей новой позиции и работе с людьми должного впечатления на твоих сотрудников не произведет. Он помнит лучшие времена, поэтому дадим ему уже отдохнуть. Хорошо. Как и этому платью. Тоже платье, кажется, немножко подустало. Я не против высокого горла, но вещи должны быть свежие, современные, модные. Опять же, тебе хорошо добавлять жакеты, потому что мы помним, ты в офисе, у тебя новая позиция, тебе нужно производить должное впечатление. Поэтому эти вещи мы убираем. Хорошо. Спасибо, что согласилась. Не буду спорить. В лучшем случае может быть легкий румянец. Очень люблю, когда такой glow-эффект, когда есть сияние. Как раз попробуем такое весеннее настроение создадим с глянцевым, сияющим. Да, давай, конечно, мне кажется, выйду. Здорово. В первую очередь я решила акцентировать внимание на костюмах, потому что мне кажется, что они максимально соответствуют твоему запросу о том, что ты будешь ходить в офис, у тебя менеджерская позиция, но также вечером ты хочешь встречаться с друзьями. Поэтому сейчас я тебя попрошу померить молочный костюм с юбкой и жилетом, и я буду тебя ждать. Супер, я пошла. Я предлагаю нанести тени. Сейчас это считается одним из таких интересных направлений. Один продукт использовать и на глаза, и как румяна, и на губы. Это мне очень подходит. И как раз они будут сиять. Очень интересно, с таким влажным финишем. И сияющим. Очень удобно. Для активного процесса жизни. Да, точно мой вариант. Я думаю, вот ресницы как раз мы можем окрасить поярче. Да-да. Очень здорово. Ты невероятно обаятельная девушка. Тебе подходит такой легкий макияж. Я бы хотела, чтобы ты его использовала. Небольшой подарок. Спасибо. Здесь косметичка, легкое тональное средство, которое ты уже полюбила, и аромат. Здесь создавать такой легкий шлейф за тобой. Точно, как раз к весне. Спасибо большое. Мне очень приятно. У нашей прекрасной сегодняшней героини Лилии был запрос на то, чтобы у нее были подходящие образы для того, чтобы ходить в офис. Поэтому в первую очередь я предлагаю ей обратить внимание на костюмы. Мы знаем, что мы можем их носить днем, вечером, на выходных. Если днем, то можно надеть в офис, как я уже сказала. Здесь стоит добавить белую рубашку и лоферы или лодочки на невысоком каблуке. Если мы заменим нашу белую рубашку на сатиновый открытый топ и каблук немножко поднимем, тогда это будет уже вечерний вариант для, например, встречи с подругами или с любимым. И если мы заменим, например, серединку на футболку и наденем кеды, возьмем какую-то свободную сумку-шоппер, то это будет образ выходного дня. Мы видим, что, конечно, костюмы – это абсолютно универсальная единица, поэтому я, Лили, предлагаю в первую очередь обратить внимание на них. Наш второй образ будет также костюмом, но немножко в другом прочтении. У тебя сегодня очень красивый костюм, такой весенний, летний. Он довольно открытый, здесь открыты руки, поэтому я рекомендую в этой позе руки держать максимально свободно. Посмотри в зеркало, пальчики можно вот так немножко встряхнуть, чтобы они были расслаблены в кадре. Становимся мы в диагональ, три четверти. Супер! Ножки. Мы ставим либо одну ножку вправо или влево, ты можешь зеркалить позу, да, как тебе удобно. Самое главное, чтобы тебе было комфортно. Для этого у нас есть зеркало, ты можешь посмотреть, как ты выглядишь в кадре всегда. Чем больше ты будешь двигаться, тем больше удачных ракурсов будет ловить фотограф или видеограф. Супер! Да, когда мы немножко открываем. Да, случайно, да не случайно. Желательно все-таки одну руку ставить на талию, не две, да, это слишком, ты показываешь какую-то неестественность и большой напор. Так намного комфортнее, сразу как профессионал собственность. Первый образ у нас также был костюмом, но с брюками, а в этот раз это костюм с жилетом и юбкой. И если я правильно поняла твой запрос, ты бы хотела иметь какие-то луки, в которых можно ходить в офис, но вместе с тем может быть вечером пойти на встречу с подругами или с кем-то еще. Да, это абсолютно точно, и это очень интересно, это очень необычно для меня, я сразу скажу, но мне очень нравится. И, кстати, мы смотрели тот костюм из предыдущего лука, да, мне кажется, что они даже по цветам могут удачно сочетаться, и я в целом могу попробовать их каким-то образом комбинировать. Я предлагаю еще другой вариант, как раз больше для выхода, попробовать надеть жилет с платьем комбинации. Я даже не думала об этом. Ты очень красивая, стройная, и этот вариант должен тебе подойти. Это вообще новая идея, и мне кажется, что вот в капсулу платье комбинация будет еще один дополнительный лук. Здорово, я рада. Мы очень ждем вашей истории о том, для кого и почему вы хотите преобразиться, а мы с командой Зарина постараемся вам в этом помочь. Присылайте свои видео заявки к нам на e-mail с темой письма «Преображение с Катей Гусе». Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Впечатления о нас могут составить в течение первых 30 секунд, но каждая гораздо больше чужих ожиданий. Верьте в себя и смело меняйтесь.